Можно ли посещать синагогу, чтобы лучше понимать послание к галатам? Вряд ли лучше поймешь послание к галатам, если будешь посещать синагогу. Ну, раз или два в жизни сходить на экскурсию, чтобы увидеть мертвость религии. Думаю, что можно было бы. Вот в православную церковь зайдешь, веет в мертвячиной, да, в синагоге еще больше. Я один раз в жизни был в синагоге, никакого благоговения, никакого присутствия Божьего, так ярко, отчетливо, мертвячина, религиозная. Чтобы в этом убедиться, можно зайти. Ну, это лично мое мнение. Что такое различение духов? Ну, по коринственному, иному различие духов. Ну, вот, когда духи маскируются, идеи хорошие и умение распознать, что это не Духа Божьего, это тоже дарование от Бога. Ну, такой пример скажу, не называя имени, хоть он уже в вечности, но все равно нехорошо будет, наверное. В начале движения нашего братства в кругах, вот, Геннадий Константинович был, ну, еще рядом несколько братьев. И еще один брат был ведущий такой, очень инициативный, очень инициативный. Ну, а потом на первых годах истории братства он, ну, отпал. Отключили его. Когда было пять лет нашему братству, то есть это, значит, 66-й год, да? Михаил Иванович спрашивает, Геннадий Константинович, что вас больше всего за этот период радует? Он говорит, что этого человека с нами не стало. Ну, называет фамилию этого человека. Потому что у него идеи, ну, не каждый раз познает, что это уловки какие-то. Но они были не к устройству, а чтобы что-то чуждое продвинуть в братство. И много нужно было усилий прилагать, чтобы отметать его идеи. А он такой идейный, он такой, ну, инициативный этот человек. Но Геннадий Константинович с первых его предложений, имея дарование от Бога, распознавал духов. Другие принимают. А он сразу распознавал и отвергал все эти идеи. И очень радовался, когда этого человека не стало в братстве. Ну, вот такой, как бы, пример распознания духов. Смерть – это личность или состояние? Конечно, это не личность. Была ли принесена в жертву Иефаем дочь его? Прошу обращаться к букве истории. И к букве и духу она была принесена в жертву, но не умершлена. А человеческие жертвы совершались так, это было на все дни посвящение Богу. Ну, согласно закону, который имел народ израильский, человеческие жертвы не приносились. И Иефай пообещал, если дашь победу, я принесу в жертву то, что навстречу мне вышла его дочь. И поэтому он ее на все дни посвятил на служение Богу, и она замуж не выходила. Всегда оставалась при служении Богу. Таким образом, она в жертву принесена, но не умершлена. Как относиться к одержимой? Можно ли определить, одержимый он или умалишенный, нездоровый? Братья не всегда можно определить. Когда братья совершают это служение, это непростое служение. Ну, в большинстве случаев определяют, одержимый или что-то с головой не в порядке. Но бывают такие случаи, когда трудно и братьям определить. Бывают такие случаи. Столпадение. Рядом братья сидели, два вопроса на один и тот же стих задали. Ну, это чуть потом сейчас. Что делать, если не получается любить всех? Братья, здесь нужно конкретное. Что у тебя не получается? Если любить любовью, которая принадлежит к возлюбленной, то есть к жене своей, не надо такой любовью любить всех. Надо только одну любить. С остальными ссориться не надо, а любить одну. Если говорить о всех людях, то написано так. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Там любить братство надо. Это другая любовь. Это не та любовь, которую жену любишь, да? Это братство любить. Есть любовь, которая возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это выражается в том, чтобы оказать помощь, оказать внимание, когда человек нуждается. И есть любовь, которая к врагам проявляется. Любите врагов ваших. Если враг твой голоден, накорми его. Вот таким образом проявляется любовь к врагу. О какой любви тут записочки пишут, я не знаю. Конкретно. У тебя не получается жену любить, или маму, или церковь, или братство, или врагов, или ближнего. Это все разные сферы, разные действия. О чем, какая у тебя проблема, или записочкой повтори, или встань, внеси ясность. Можно я вопрос. Я словес. Ага. Потряси такие... Ну да. Я думаю, что здесь не относятся к тому, что есть и враг твой голоден, накорми. Потому что это не враги ваши, да? Ну, понятно. Нет, не враги. Если человек враждует, ну, такой пример скажу. Одна сестра в член церкви говорит, ой, мне когда-то Алексей Яковлевич Куркин такой совет дал. Я вообще в восторге. Так он мне помог. Из молодежи. Ну, такой уже не ранней молодежи, там под 30. И у нее есть сестра в церкви. Она не родная сестра в член церкви, которая годами не в мире. Вот где-то она ей дорогу перешла, и все. И вот такие натянутые отношения. Им приходится вместе какой-то труд совершать. Ну так, я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Вот такое отношение. И она уже измучилась. Да, это сестра, которая мучается от этого. Она старше той сестры. И может быть, это еще с подросткового возраста она вынесла вот такую неприязнь к ней. И вот уже годами тянется. Она подошла к Алексею Яковлевичу, рассказала, говорит, я томлюсь от этого. Я хочу добрых отношений. У меня не получается. Он ей дал совет. Ты когда-нибудь ей добро сделай. Найди возможность. И она стала искать такую возможность сделать добро. И сумела найти такой момент, когда у той был кризис чисто материальный. И она, когда только узнала, быстренько все свои сбережения собрала. И я сейчас не помню, по-моему, это советскими деньгами еще 150 рублей. Ну это тогда большие деньги были. Это зарплата. И была зарплата даже ниже. По 110, по 120 зарплата была женская. А она вот 150 рублей. Ей срочно уже было. Она пронесла и сказала, мне и Дух побуждает, и Господь побуждает. Я тебе хочу просто подарить на твою нужду. И она приняла это. Ну приняла так, что они теперь до сих пор хорошие друзья. То есть она вот добротой своей и вовремя. Если бы у нее не было такого критического положения, она потвергла бы. Она ее терпеть не могла. Она бы ее отверглась ее даром и все. Она нашла тот момент. Вот это то относится, что если враг твой голоден, накорми его. Эта ситуация другая. Они не враги ваши. И поэтому сказано, в добродетели должна быть рассудительность. И поэтому однозначно сказать, вам нужно дать кусок хлеба или не нужно, я не могу. Это Бог должен помочь вам сориентироваться, чтобы в добродетели была рассудительность. Потому что бывает так, что человек пользуется добротой. А христиане проявляют добродетель без рассудительности и усугубляют положение. И поэтому в каждой ситуации нужен свой подход. Ну, теперь две записки на один вопрос. О чем не нужно молиться? Если кто видит брата своего согрешающего, грехом не к смерти, пусть молится. И Бог даст ему жизнь. То есть, согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том, говорю, чтобы молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Значит, если брат согрешает грехом не к смерти, о том надо молиться. А если грехом к смерти, о том не надо молиться. Так выписано, правда? А мы молимся или нет о тех, которые грешат грехом к смерти? А тут написано не о том, говорю, чтобы молиться. Да, здесь, обратите внимание, не написано, что не молитесь. Это сказано, не о том, говорю. А я говорю, в данном случае, о том, кто грешит грехом не к смерти. Что такое грех не к смерти и что такое грех к смерти? Есть грех к смерти, допустим, всякая неправда. Вот смотрите, я еще раз прочитаю по контексту. Определите, неправда это грех к смерти или не к смерти. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть, согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, нет о том, говорю, чтобы молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Неправда к смерти или не к смерти? К смерти. По тексту, неправда это грех к смерти. А есть грех не к смерти. Почему неправда – это грех к смерти? Потому что в Библии ясно сказано, всякая неправда есть грех. Или сказано, допустим, блудников же судит Бог. Это грех к смерти. А воровство? Сказано, кто крал, впредь не кради. А есть такие грехи, о которых в Библии не сказано. Ну, допустим, скажите, спать в воскресенье, а грех или нет? А пуговицу пришить? Ну, я вам скажу, это вы сейчас, это поколение наученное. А ну, поднимите руку, кто уже 20 лет в член церкви из вас? 20 лет? Нет, 20-20. 20-20-20. Кто 20 лет? 10 хватит. Нету ни одного, да? Я скажу, кто 20 лет в член церкви, тот знает, учили, что даже пуговицу пришить грех. И правильно делали, что так учили. А теперь уже современное, не научены так. И что делают? Всю работу делают, что... Ну, тогда учили так. Есть работа, которая, ну, крайне не обойдешься. Ту можно сделать. А, допустим, поутюжить рубашку, зачем воскресенье, если есть на это субботу? В субботу надо было поутюжить. Так нас учили. Что? А теперь так не учат уже. Уже научили, что это не грех. Ну, а если кто-то все-таки поутюжил, вот в те времена, когда так строго учили, или спать в воскресенье нас учили, это грех. Воскресенье – день, посвященный на служение. Это пойти на собрание, после собрания на благовестие, а потом посетить больных и пойти на вечернее собрание. И все. А кто-то выспится в воскресенье, чтобы в понедельник у него была силы на работу. А Богу когда служить? Грех это или не грех? Так вот, если ты считаешь, что грех, и видишь брата согрешающего, что нужно делать? А если пойти выговорить ему? А если обличить его? Писание говорит, не надо этого делать. Споры будут. Не надо. Если грех, то это грех не к смерти. То есть в Писании не сказано, что это грех. И если ты понимаешь, что это грех, молись о нем. Нет-нет, я не о том говорю, чтобы молиться, если грех к смерти. То есть если грех к смерти, там нужно меры принимать, там нужно и обличать, и отлучать, и на замечания брать, и все. Но за эти грехи не надо, а просто молиться. Видишь, брат согрешает, молись о нем, и все, больше ничего не делай, только молись. Вот и все. И этим местом Писания, Священное Писание, уберегает нас от ненужных споров. Ты принес меня обличать, что я грех делаю, что поспал? А я начну доказывать, что это не грех, у нас спор получится, огорчение получится. А когда доживешь до моих лет, ты поймешь, что это не грех. Тоже захочется речь поспать. Так зачем же ты будешь спорить 20 лет, пока доживешь до моего возраста, чтобы убедиться, что это не грех? Поэтому Писание говорит, если ты считаешь, что грех, не спорь, не доказай, а молись о нем, и все. И вот и все. И Господь таким образом избавил нас от многих ненужных споров. Но зато об обмане никто спорить не будет. Если ты обманул, и скажут, слушай, брат, ты грешишь? Как грешу? Вот неправду сказал точно, что делать? Кайся, кайся. А чтобы еще и помолиться, нужно молиться. Но в данном случае не об этом говорю. То есть он не говорит, молиться не нужно, а говорит, я не об этом говорю. А если человек грешит, грехом не к смерти. Понятно или нет? Исход 4.24. Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Симфора, взявший каменный нож, здесь точно каменный, даже в моем переводе, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам него, сказала, ты жених крови у меня. И отошел от нее Господь. Тогда она сказала, жених крови по обрезанию. Значит, вопрос такой, за что хотел Господь умертвить Моисея? Дело в том, что Симфора была не из народа израильского. Он же пришел в землю Маодианскую, там женился на ней, да? И по-видимому, вот по описанию, было, что она была против обрезания. Моисей-то знал, что народ израильский еще от Авраама должны были обрезываться. Это был знак принадлежности к народу израильскому. И видно, что Симфора препятствовала этому. Почему? Когда была смертельная опасность, она сразу поняла, за что. Братья, так и у нас бывает. Когда мы грешим каким-то тайным грехом и пытаемся убедить, что это не грех, что это не так уж и плохо, но когда беда грянет, мы знаем. И быстренько каяться, исповедоваться, так и Симфора. И Господь хотел умертвить вот за что. Ну, в планах Божьих он должен быть вождь народа израильского и законодатель закон Моисеев. То есть через него Бог должен передать закон. А он сам грубый нарушитель закона. У него сыновья необрезанные. А он сам был обрезан, он же воспитывался в доме фараона. Совершенно правильно. Этот период, когда обрезывает, обрезывается на восьмой день, он был в доме израильтянки. И там его, конечно же, обрезывали. А сыновей он не обрезал. Похоже, что не по его инициативе, а по инициативе Симфоры, потому что она сразу сориентировалась. И когда Моисей был в опасности, то есть Бог ревнитель, и гнев Божий возгорелся за нарушение Божьих повелений. Она сразу исправила положение. Она мгновенно совершила обрезание, и гнев Божий утих. Вот за это и хотел умертвить Бог Моисея. Десятая глава Матфея, 28 стих. «И не бойся убивающих тела, души же не могущих убить, а бойся более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Вопрос такой, кто может душу и тело погубить, на которые некоторые считают, что это Бог, тогда почему там написано с маленькой буквы? Тоже надо открывать разные Библии. У моей есть большие буквы написаны. Да, у разных по-разному. Значит, а бойся более того у меня с большой буквы, запятая, кто опять с большой буквы может и душу и тело погубить в гиене. Значит, братья, я понимаю так. Когда человек боится сделать грех, он греха боится или Бога боится? А погубит его кто? Грех. Грех его погубит. Поэтому вот здесь, я думаю, и так в одном написали с большой, с маленькой. То есть бояться не греха надо, а Бога бояться, а не делать греха. Потому что грех погубит в гиене. То есть, другими словами, суть такова. Если тебе будут угрожать, будешь молиться, убьем, не бойся таковых. Они тело убьют, а душа будет спасена. Но больше бойся Бога, чтобы не грешить. Потому что начнешь грешить, и тело погибнет, и душа погибнет. Вот об этом идет речь. Продолжение следует...